Пожалуйста, если у вас сегодня есть какие-то вопросы, вы скажите о них, глобальные вопросы, которыми я должен заниматься. Если нет, подумайте, передайте. Здесь помощник, уполномоченный здесь президента. Скажите, можем решить? Решим. Не можем? Скажем, что пока не можем. Можно сказать. Только давайте без митинга, потому что завтра меня обвинят в том, что я поступаю против митингов, а сами провели митинг. Демьян Леписевич, значит, то, что вы сказали, западный обход, лично от себя говорю спасибо, я думаю, Врест тоже скажет спасибо. Это между прочим, я понимаю, но тем не менее, я как никто это оцениваю, потому что я как раз в том районе живу. Что касательно вот этого, что касательно аккумуляторного завода, вы сказали, Александр Григорьевич, два года или уже два с половиной года этим идут протесты, это идут они не на ровном месте. И я лично уверен в опасности этого завода. И мнение следующее, что этот завод в этом месте, он опасен, его нужно перенести. Найти место, где 20 километров ближайших населенных пунктов нет и организовать там классно, где будет опасное предприятие. Давайте сделаем так. Россияне выработали хороший вариант решения таких вопросов. Разберемся с этой политической пандемией после выборов. И проведем референдум в Бресте по поводу этого завода. Явно не популярная вещь. Не для кого, а популярная среди населения. Абсолютно хорошее предложение. Сядем, потолкуем, как, где, что. И я с удовольствием запишу себе очко или несколько очков, что внес это предложение на референдум в Бресте. И как народ решит, так и будет. Скорее всего, наверное, будут за то, чтобы его куда-то перенести. Очень трудно в Беларуси компактный перенести куда-то будет этот завод. Скорее всего, его надо будет закрывать. Поэтому давайте вот так и порешим. Это мое президентское решение, мое право. И таким образом мы поступим. Референдум после... Да, после выборов соберем хлеб, урожай соберем и проведем. А, сейчас на самобороне. Можно вопрос задать? Дмитрий Бекалек, который... О, я... Ждали, да? Господин Бекалек слышал. Приятно, Александр Бекалекович. Можно поздороваться еще? Нормальный парень. Спасибо. Без маски. Спасибо, спасибо. Дима, ну мы приняли решение и общественность решит. Мы просим вашей поддержки, Александр Бекалекович. Нет, я буду нейтральную занимать позицию. Я организую референдум. А вы только без гвалта, без шума определим место. Будете звать людей, дебатировать. Ну, как на выборах. Я не хочу, чтобы в моей родной Беларуси не только оппозиционный Бекалюк там, ну как его называют, я не знаю. Я только в экологическом протесте, Александр Бекалекович. Это протест только экологический. Самый большой сторонник экологический у вас это президент Беларуси. Потому что для меня это святое. Даже я, будучи президентом, дрожу за каждое деревце и сам их высаживаю, на земле работаю. Поэтому вот тут я твой сторонник. Но давай сопоставим все за и против и примем решение. Как общественность решит, Александр Бекалекович? Общественность. Ну, жители Бреста. Да. Александр Бекалекович, это очень важный вопрос. Но сейчас Брещан волнует земля, которая полита кровью наших дедов, и которая нам завоевали и дали право жить на этой земле. И мы не хотим, чтобы она была отравлена. И если, как вы сказали, он состоится, этот референдум, брещане только будут благодарны. В этом ты можешь не сомневаться. Это прямые полномочия президента организовать референдум в целом по стране, в любой точке страны. Считайте, что мы договорились. Спасибо. Есть только у нас одна проблема аккумуляторного завода. Острая, острая проблема. Он сказал правильно. Есть еще и другие трудовые коллективы. Поверьте, мы в своем родном Бресте с вами решим эту проблему. Савелик, а можно селфи сделать? Селфи? Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. А можно с аккумуляторами? Все, замазалась брестская позиция за УЛАДу. Спасибо.